МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новороссийская школа номер 10, там число заболевших детей превысило норму, и теперь не работает эта школа временно. Городское управление здравоохранения провело переговоры с поставщиками лекарств, чтобы решить проблему дефицита препаратов противовирусных в аптеках, потому что этот дефицит есть, собственно, не только в Новороссийске, но и, как мы можем заметить, во всем Краснодарском крае. И помимо гриппа сегодня же Владимир Путин поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой не допустить распространения на территории России вируса ЗИКа. Этот вирус по симптомам очень похож на грипп, высокая температура, слабость, тошнота. Идет он к нам со стороны южноамериканских стран, и опасен он, собственно, для тех, кто бывает в этих странах, и для беременных женщин. Поэтому уже Роспотребнадзор опубликовал список из 27 стран, куда нежелательно ехать именно из-за того, что там этот вирус присутствует. Ну, мы все-таки поговорим о том, что ближе нам, жителям Краснодарского края, я, например, уже переболела простудой, и спрашиваю у вас, дорогие телезрители, как вы себя чувствуете, переболели уже или нет, или, может быть, вы чувствуете себя отлично и не собираетесь болеть. Опрос идет на сайте kubani24.tv, есть 4 варианта ответа. Болели ли вы гриппом простуды УРВИ в этом сезоне? Да, ходил к врачу, выздоровел, да, вылечился дома, да, получил осложнение. Нет, чувствую себя отлично. Я надеюсь, что в конце программы людей, которые чувствуют себя отлично, будет больше всего. Не забывайте звонить нам в эфир 274-11-14, и свое мнение по поводу нашей сегодняшней темы оставлять в группе kubani24 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, и обязательно заходите в твиттер-аккаунт через край. У нас сегодня, как обычно, авторитетные гости, с которыми нас познакомит Иван. Так и есть. Здравствуй, Надя. Приветствую всех, кто этот вечер встречает на нашем канале. Как обычно, в этой студии, в прямом эфире говорим о том, что волнует каждого, кто живет и работает на кубанской земле. Очень интересные варианты. Везде выздоровел, выздоровел, выздоровел. Но я все-таки призываю еще звонить к нам в студию тех людей, которые сейчас болеют и, возможно, сталкиваются с какими-то проблемами, в том числе и в аптеках, потому что сам я буквально меньше недели назад, в пятницу, если не ошибаюсь, в прошлую, у меня на улице 4 аптеки. Вот я во все 4 зашел, попытался что-то противовирусное купить на прозапас. Но не получилось у меня это. Почему так происходит, мы тоже сегодня выясним. Но я предлагаю сразу, простите, перейти с места в карьер и поговорить о том, как дела у нас обстоят с эпид-обстановкой в крае с нашими гостями. У нас в студии Ольга Александрова, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Кубанского государственного медицинского университета Минздрава России. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Владимир Городин, главный нештатный инфекционист Министерства здравоохранения края и заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Кубанского государственного медицинского университета Минздрава России. Здравствуйте, спасибо вам, что пришли. И Татьяна Гречаная, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу начнем с того, есть эпидемия гриппа в Краснодарском крае или нет? Эпидемии гриппа в Краснодарском крае нет. Это не голословное утверждение, оно опирается на цифровые данные о состоянии заболеваемости, полученные нами путем мониторинга, сбора всех подозрительных случаев заболевших со всех медицинских поликлинических учреждений края. Понятно. Вот на сегодня какой уровень заболеваемости? На сегодня уровень заболеваемости за третью неделю года составил чуть больше 8 тысяч случаев заболело жителей Кубани. Я подсчитала, это вообще меньше 2,1%, даже 1% нет заболевших. И показатель на 10 тысяч населения составил 16,7%, а эпидемический порог за эту неделю составляет 37%. То есть мы в два раза ниже, чем эпидемический порог. Раза ниже порога. И следует отметить, что мы, в отличие от других регионов России, у нас 60%, 70% это взрослые. То есть по детям ситуация более или менее благополучная. У них охват вакцинации больше. Хотя не исключено, что мы еще будем расти, и это закономерный рост. Вы имеете в виду расти, это вот этот показатель заболеваемости будет увеличиваться? Да, будет увеличиваться, порог тоже будет немножко подрастать. Возможно, мы и достигнем порогового уровня. Но эпидемии, что в классическом понимании, это превышение порога на 50 и более процентов, вспышки массовые. Я все-таки надеюсь, что наш край минует. А вот у меня как раз был вопрос, ждем мы эту эпидемию или нет. Вы надеетесь, что минует нас. А у вас какие предположения по этому поводу? Мы слушаем предположения наших коллег-эпидемиологов. По госпитальной заболеваемости я могу сказать, что на протяжении нескольких недель ситуация достаточно стабильная, напряженная. Но не выходит за какие-то рамки, которые наблюдались в предыдущие годы. Да, я поддержу Владимира Николаевича. Мы тоже ждем эпидемию. Ждем это, значит готовимся. У нас подготовлены и организационные мероприятия, практически, и госпитальная база. То есть, если какой-то непредсказуемый поворот вирус совершит в Краснодарском крае, для этого подготовлены перечень первоочередных мер, который предупредит максимальные неблагоприятные последствия. Вы сказали, какой-то непредсказуемый поворот. У меня тогда к Ольге Константиновне вопрос. А может вирус совершить какой-то непредсказуемый поворот? Ну, вы знаете, он уже появился. Мы знали, какой это будет вирус. И очень хорошо, что в этом году как раз совпал тот вирус, который был включен в препараты для вакцино-профилактики. И в этом году очень неплохо поработали поликлиники, в первую очередь даже детские, по вакцинации детей. Вакцинация у нас сейчас по национальному календарю начинается с шести месяцев. Кроме того, в этом же году уже у нас была включена вакцина еще параллельно. И против пневмококовой инфекции. Потому что грипп может быть ведь и в легкой, и в тяжелой, и в средне-тяжелой форме. Очень часто он вызывает наслоение этой инфекции пневмококовой. И тогда дети болеют и чаще, и тяжелее. И у них более тяжело протекает пневмония. Вот этот год мы действительно увидели, и это наше мнение, что вот такая ситуация, когда мы смогли охватить большее количество детей вакцинацией и еще использовать такие замечательные вакцины в календарю, это дало свой определенный эффект. Угадали с вакциной в этом году? Да, угадали. Эти прогнозы, я думаю, что это не так строится, угадать, не угадать, а какие-то прогнозы, основанные на многолетних... Абсолютно верно. Есть несколько, 120 центров по всему миру, которые отслеживают заболеваемость по гриппу, мониторируют тот вирус, который циркулирует, и дают рекомендации Всемирной организации здравоохранения, и параллельно идут изготовление вакцин уже с этими актуальными новыми штабами. Ну как раз я дополню Владимира Николаевича, в вакцину вошел тот вирус, который циркулировал зимой в Южном полушарии, когда, вернее, летом, когда там была зима. Вот им переболели люди, и этот вариант был включен в актуальный, как кандидат на вакцинный штамм, и мы правда действительно попали. Мы уже проводили вирусологические исследования изолята вируса на базе федеральных институтов Вектор Новосибирский, и в частности Федеральная служба Роспотребнадзора подтвердила полную гомологичность вируса, который... Полную гомогичность для наших телезрителей, если можно, это что? Ну, это, в общем, совпадает фамилия, имя и отчество вируса тому, который вот есть в вакцине. То есть, а совершенно одинаковые вакцины действительно в этом году спасают... Этому факту, на самом деле, можно только порадоваться, да, что мы вот так угадали, мы не будем справнивать там с прошлым годом, мы не будем подгарантировать на будущее. У меня вопрос, наверное, вот к Владимиру Николаевичу по поводу заболевших. Как-то ведется ли статистика из людей, которые заболели, сколько были вакцинированы? Ну, то есть, чтобы понять, да, насколько вакцина помогает людям избежать этой болезни, чтобы было нашим зрителям. Я хотел бы, прежде всего, сказать, что изначально в случае роста заболеваемости гриппа МОРВИ это закономерный процесс для холодного времени. Вот ежегодно. И вот то, что мы сегодня наблюдаем на территории Краснодарского края Российской Федерации в целом, это те закономерные эпидемиологические процессы. Что касается тяжести течения заболевания и возникает ли это заболевание у привитых. Я могу сказать, что тот штамм вируса, который обусловливает сейчас большую часть заболеваний гриппом, он нам известен с 2009 года, это серьезный штамм, в народе его называют свиной грипп, это грипп АН1Н1, и характеризуется он тяжелым течением и очень часто дает осложнение. Именно осложнение является причинами неблагоприятных исходов. Так вот, изучая все неблагоприятные исходы, начиная с 2009 года, мы установили, что ни один из погибших больных не был привит. То есть он не был защищен действенной мерой защиты, вакцинации. То есть из этого можно сделать вывод, что привитый человек может быть и заболеет, но летального исхода точно не будет. Ну, риск заболеть есть, но это заболевание будет протекать, как правило, в легкой форме, в среди тяжелой форме, без каких-либо фатальных осложнений. Сейчас хочу пропагандировать прививки, потому что я сама делаю, наступает иногда после прививки, знаете, такое состояние, как будто ты заболел. Это нормальная реакция. Это нормальная реакция. Начала работать у вас потихонечку. И многие люди из-за этого больше не делают прививки. Это нормально. Абсолютно нормально. Мы о вакцинации еще поговорим в нашей программе чуть позже. Я знаете, о чем хотел спросить? Вот эта история с закрытой школой в Новороссийске, ну, не закрытой, скажем, на карантин, за то, что детей отправили. И вообще очень распространено сейчас в Краснодаре, по крайней мере, у меня знакомые, очень многие говорят о том, что детей отправляют занятия, если вдруг какие-то там малейшие даже подозрения на простуду или на что-то в этом роде, сразу же им говорят, идите домой, идите к врачу, лечитесь. Я, например, когда учился в школе, только мог позавидовать. Наверное, нас никто никуда не отправил, мы сидели и учились. Вот то, что это происходит, это каким-то образом в ситуации это отслеживается? Это нормально, то, что где-то школу закрыли? Ну, мало того, что это нормально, мы настаиваем и обязательно, как сказать, рекомендуем эту меру, как важную профилактическую меру для разобщения источника потенциального вот с восприимчивыми организмами. На сегодня в городе Краснодаре, где заболеваемость немного выше, чем в крае, ну, тоже недостигшая. Из-за скученности населения, из-за миграции, из-за транспортных всех путей. Из-за того, что Краснодар все-таки находится на границе с Адыгей, где этот порог превышен, там вообще ситуация не очень хорошая. Конечно, конечно, и другими субъектами. Мы в школах рекомендовали проводить утренний фильтр, то есть на приеме, при входе в школу, как вот раньше стояли старшеклассники, сменку проверяли, санитары, да, общественные. То есть сейчас стоят медицинские работники и бесконтактным термометром, то есть ниртутным, ни каким-то, быстро отсеивают детей с повышенной температурой. А ребенок не идет в класс и не сидит 45 минут с закрытыми окнами, не распространяет... Это я помню, когда в Азии была вспышка атипичной пневмонии, в самолетах, я жил как раз в той части страны, в то время в самолетах ходили прямо вот с такими термометрами, все мерили температуру, кто прилетел с азиатских рейсов. Я предлагаю, что-то подобное. Вот такую же меру я, кстати, хотела дополнить вас. Наша служба осуществляет санитарно-карантинный контроль в международных аэропортах Краснодар, Сочи, Анапа. И там нашими сотрудниками на рейсах международных линий ведется вот такой тоже прицельный... Ну, конечно, каждого не смотрят, но если есть какое-то подозрение, не подозрение, у нас есть тепловизоры и стационарные, и переносные, то есть там тоже идет отсев. Мы в сутки просматриваем около 4 тысяч прилетевших и прибывших вот на территорию Краснодарского края и за рубежом. Помимо того, что это грипп может фильтровать, это еще и вот эти болезни, которые к нам идут. Что-то такое неприятное другое, потому что температура, а вот инфекционисты подтвердят это... Дело в том, что да, это идет группа, фильтрация людей, которые потенциально могут стать источниками инфекции. Но мы должны понимать, что это не стопроцентный заслон, что человек может быть в инкубационном периоде, да, и потом эту инфекцию манифестировать дома или в коллективе. Но это действительная мера вот в отношении закрытых коллективов, школьных коллективов. Все равно какой-то процент отсеивается. У нас есть примеры этому. В Сочи, например, вот стоят медработники на входе в школу, измеряют температуру, проверяют состояние ученика, и только после этого ученик отправляется домой, если он болен. Измеряем температуру. Предлагаем при малейших возникновениях каких-то жалоб обязательно сообщать своему преподавателю и врачу, родителям. Какие-то детки, может, пришли с температурой, да, это особо так не видно. А на самом деле, может быть, ребенка, на самом деле, какое-то заболевание, и лучше оставить ребенка дома и подлечить, чтобы на других детей-то не распространялось. Сочи, естественно, вот вы сказали, что в Краснодаре ситуация немного хуже, чем в целом по краю. Вообще, вот можно по районам, к примеру, сказать, где ситуация лучше, где хуже? Ну, примерно сейчас все в одной паре. Конечно, в первую очередь, города, городские муниципальные образования, это Сочи, Краснодар, Новороссийск. И там, где как раз идут именно расположенные международные активные связи, пути протекают. А районы северные первые у нас вступают, Белоглинский, который граничит с Ростовской областью, со Ставропольским краем. Но на сегодня, действительно, в районах ситуация более или менее спокойная. Пока скученность дала свой эффект именно в городах Краснодарского края. Но это стандартный рост, объяснимый, как сказал Владимир Николаевич. И мало того, что у нас в городах находятся и крупные инфекционные стационары, куда привозятся и госпитализируются и дети, и взрослые со всего края. А учитывая мы по городу, то есть так отстроена система. Учет инфекционных заболеваний, какой бы ни был житель края, если он лежит в городе Краснодаре, лечится, он считается за городом Краснодаром. — Как у наших соседей дела стоят в этом отношении? Я так понимаю, мы перед программой с вами разговаривали. Краснодарский край, в общем, в кольце находится сейчас. Зараженных, можно так сказать, субъектов федерации. Потому что в Ростовской области педпорог превышен, в Волгоградской тоже, в Ставропольском крае тоже ситуация. Адыгея там свои, своя беда. Каким-то образом это оказывает давление на нашу систему здравоохранения? Как это все учитывается? Нет? К вам, наверное, вопрос. Ну, я бы сказал, что в отношении кольца, в отношении возможности распространения инфекции. Но давайте вернемся к тому, что сказала Ольга Константиновна, что порядка 40% населения Краснодарского края были привиты от гриппа. Это очень хорошие показатели. И в предыдущие годы мы стремились к этим цифрам. А что остальные 60%? Остальные 60% являются восприимчивым населением. Или те, которые не были привиты по национальному календарю. Поэтому риск заболеть вот среди этой большой группы, он существует. Но нас волнует другое. Если у нас на территории края циркулирует преимущественно вирус свиного гриппа, то мы знаем, что есть некие уязвимые группы населения, которые всегда имеют потенциальную угрозу для тяжелого осложненного течения заболевания. И вот наши действия медицинских работников в первичной сети, они должны быть направлены как раз на выявление случаев заболевания в этих группах риска. Ну, о свином гриппе, так называемом, как его называют, мы поговорим еще чуть позже. Я знаю, что... И не только о свином, но и о других вирусах, которые в последние годы были выявлены как опасны для человека. Мы сегодня связались с показателем таким народного отношения к эпидемии, с жительницей Ростова Анастасия Витер, мать трех детей, рассказала нам, как обстоят у них дела в школах и детских садах. Она на связи мне подсказывает на прямой линии. Алло, Анастасия, слышно меня? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, дети ваши уходят в школу, в детский сад. Как там обстановка? Смотрите, у нас в полном режиме работают детские сады, школы. Школы старшие дети посещают в масках одноразовых. Это обязательное условие, да? Обязательное, да. У вас ни одна школа, ни один детский сад на карантин не закрыт? Нет. А вы как-то профилактику какую-то проводите сами дома, помимо масок? Что-то принимаете? Вообще, как с препаратами дела в аптеках? Аксалиновая мазь, очень напряженная ситуация, сразу разбирают. Но у меня лично она есть. Понятно. Спасибо вам большое. Я думаю, что все обойдется, и никто из вас и из вашей семьи не заболеет. Спасибо вам за ваш комментарий. Все-таки там превышена норма, но школы и детсады работают нормально. Это хорошо или плохо? Я думаю, что будет более корректно, наверное, обратиться к официальным статистическим данным, потому что, ну, я не знаю, житель города владеет ли действительно всей ситуацией. И, конечно, мы находимся на Кубани, это наша родина, это наш любимый регион, и хотим говорить о том, что происходит у нас. А у нас, как сказали коллеги, подтвердили, ну, немножко лучше была ситуация с вакцинацией, чем в других субъектах. Я могу об этом заявить. Два миллиона привитых, более двух миллионов, это серьезная вот такая подушка безопасности, которая сейчас сдерживает негативные тенденции по заболеваемости. Это очень хорошо. Мы о заболеваемости в России, о том, как дела с ОРВИ и гриппом в нашей стране обстоят, поговорим буквально через несколько минут, да? Конечно, мы обязательно продолжим говорить о эпидемиях, о вспышках гриппа ОРВИ, и о том, как с этим бороться, и на самом деле есть эта эпидемия. Встретимся с вами сразу после короткой рекламы, буквально через две минуты, никуда не переключайтесь. Это программа «Через край». Говорим сегодня о гриппе, есть эпидемия или нет, и как не заболеть и остаться здоровым в этот сезон заболеваемости, простудой и ОРВИ. Уже ответили на вопрос о том, где распространено это заболевание, в каких соседних регионах с нами, и есть ли на самом деле эпидемия в Краснодарском крае. Нет, эпидемии в Краснодарском крае нет, ответили наши гости. Я думаю, что сейчас они нам еще что-нибудь интересное расскажут на эту тему. Я думаю, так и есть. 274-11-14, код Краснодара 861. Звоните, если вдруг вы столкнулись с какими-то проблемами, или просто вы живете не в Краснодаре, например, а в другом каком-то городе. Расскажите о том, какая у вас ситуация. Новороссийск, Кропоткин, Армавир, пожалуйста, мы ждем ваших звонков. Это очень интересно. Вы, кстати, были на Первом радио вчера у наших коллег. Мы тоже слушали эту беседу вместе с Надеждой и с теми, кто делает эту программу. И затронули вопрос эпидобстановки в принципе в России. Она достаточно непростая, скажем так. В 37 субъектах на сегодняшний день уже эпидемиологический порог превышен. В Москве сегодня объявили эпидемию, карантин ввели и так далее. Скажите, пожалуйста, еще раз я хочу обратить внимание, Владимир Николаевич, та эпидемиологическая обстановка, которая складывается в субъектах федерации, она влияет каким-то образом на те меры, которые здесь, в Краснодарском крае, предпринимаются или нет? В Краснодарском крае, начиная с 2005 года, введен комплексный план подготовки к возможной пандемии, когда первые признаки эпидемиологического неблагополучия уже случились. И в течение каждого эпидсезона начинается целенаправленная работа, независимо от того, какие показатели заболеваемости у нас или у наших соседей. И вот много мы уже сегодня говорили, но очень важный раздел работы вакцина-профилактика. Это в преддверии сезона, это самый мощный профилактический наш инструмент. Более эффективного пути профилактики гриппа и других респираторных инфекций просто нет в природе, не существует. А когда уже идет подъем заболеваемости гриппом, конечно же, мы можем корректировать наши какие-то управленческие решения в зависимости от той ситуации, которая складывается и в стране в целом, и у нас в регионе. Поэтому, конечно, мы... Если можно, я перебью тебя, Иван, да, у меня есть информация, но я перед информацией хотела бы задать вопрос коротко, если можно. Когда, в каком году, в последний раз в Краснодарском крае был карантин? Вот настоящий карантин и эпидемия, и эпидпорог был превышен. Помните вы? Мы, наверное, помним подъем заболеваемости гриппом 9-го года эпидсезон. В 11-м году у нас была тревожная ситуация, но не превысили. Вот эти два года, которые наиболее показательны. Ну вот и сейчас мы еще лучше себя чувствуем, поэтому никакой паники не нужно. Давайте лучше поговорим о тех регионах, где закрывают школы и детские сады. Мы сейчас увидим карту на экранах. Это Вологодская, Калужская область, Нижний Новгород, Ульяновская, Саратовская, всего. 37 регионов России, вот они выделены красным, где вирус стремительно распространяется, несмотря на меры предосторожности. Из этих регионов, конечно, приходят неутешительные вести о закрытых школах и детских садах. Но я думаю, что и у них в любом случае все наладится. И с потеплением, я думаю, со сменой сезона, правильно же, все это сходит на нет. Очень интересно, мне, например, лично, я думаю, что многим телевизорителям тоже, почему так по-разному происходит? Почему, допустим, в Ростовской области, которая не намного севернее нас, эпидемия практически каждый год, а у нас, вот вы сказали, 9-11 и то порог был не превышен. Почему такая разная эпидемиологическая обстановка в разных субъектах федерации? Ну, в 2009 году в целом по стране был порог превышен по многим категориям населения. На заболеваемость леет очень много факторов. И климатические условия, и транспортные потоки в том или ином населенном пункте, и уровень вакцинации населения, и уровень санитарно-эпидемиологических норм, гигиенических норм, в которых проживают это все. Даже сроки проведения прививок, да, Владимир Павлович? А они разве отличаются? Ведь национальный календарь подразумевает, мне кажется, повсеместное... Вы знаете, не всегда во всех территориях одновременно начинается подъем заболеваемости. Вот где-то раньше, если, ну, начиная там в ноябре появлялись первые случаи респираторных инфекций и гриппа, естественно, что иммунитет в должной мере к тому времени мог еще не выработаться того населения. Поэтому мы стараемся прививать с сентября месяца по ноябрь месяца. А где-то холодная осень, и в октябре уже очень холодно. В октябре в основном холодно. Да, в октябре холодно. Просто возникают простудные заболевания, которые являются временными противопоказаниями для вакцинации. А вот скажите, пожалуйста, через сколько времени можно делать прививку после простуды, например? Ну, если это не тяжелое заболевание, то через неделю, через две вполне можно привести ребенка на вакцинацию. Вы понимаете, и взрослого, и уж если ребенка, то взрослого в обязательном порядке. Да, вопрос у меня создел, на самом деле, вот по простуде, по ОРВИ, да, который вроде как не так опасный, как грипп. И многие люди, и я в том числе грешна тем, что я переношу эти заболевания на ногах. Ну, то есть я не лежу дома, я принимаю какие-то лекарства и иду по делам на работу. Почему? Я знаю, что нельзя этого делать. Почему? Помимо того, что я заражаю других, что-то еще ведь есть. Вы понимаете, вот я хотел бы все-таки вернуться к истокам. Давайте представим вот эту громадную группу респираторных заболеваний в виде большого пирога. Это все острые респираторные заболевания. Возбудителей респираторных инфекций порядка двухсот. И четверть этого пирога, к примеру, это острые респираторные вирусные инфекции. И уже в этом куске есть грипп, сидит грипп. Но почему грипп для нас наиболее опасен, актуален и так далее? Потому что именно грипп вызывает очень неблагоприятные... Массовое осложнение. Конечно, конечно. И неблагоприятные исходы. А респираторные инфекции мы, даже будучи... Я сегодня читал, что грипп бьет, например, у пожилых людей, он бьет по тем системам, которые наиболее уязвимы. Будучи перевитыми от гриппа, мы можем несколько раз в сезон переболеть другими респираторными инфекциями. И это люди зачастую принимают как неэффективность вакцинации. Это неправильно, это миф. Вот не зря мы все-таки подняли эту тему. Буквально сегодня президент России Владимир Путин встречался с членами правительства. И, в частности, Вероника Скворцова на этой встрече высказалась по поводу так называемой эпидемии свиного гриппа. Давайте послушаем. По результатам наших исследований на ноябрь, у нас до начала эпидемии популяционный иммунитет против гриппа составлял против свиного гриппа более 61%, а для всех других штаммов гриппа более 77-85%. Поэтому, в целом, население готово к тому, чтобы либо не болеть гриппом, те, кто привиты, либо, соответственно, переносить в стёртые и нетяжёлые формы. Грипп, повышение порога эпидемического, пришёл в страну со второй недели текущего года, причём несколько непривычно с южных районов страны, это Ростовская, Волгоградская области, Ставропольский край, что обычно входными воротами являлась азиатская наша сторона, но в этот раз из эпидемически неблагополучных регионов Восточной Европы, в том числе и Украины. В настоящее время превышен эпид-порог в 47 регионах всех федеральных округов, кроме Крымского. По всем критериям эпидемии на сегодняшний день можно считать средней интенсивности, превышение порога в целом по стране на 31,5%. Всё-таки в среднем по стране этот порог превышен, но здесь стоит отметить, что, как сказала Вероника Скворцова, что грипп зашёл в этот раз по необычному маршруту с нашей стороны, с южной стороны, и он пришёл в Ростов, в Ставропольский край, а нас вот так обошёл. Но у меня в этой связи тогда вопрос короткий. Мы всё-таки туристический регион, и мы круглогодичный туристический регион. К нам всё время едут люди. Как мы так уберегаем себя? Ну, Татьяна Викторовна говорила, что эпид-сезон ещё не закончен. Мы готовы к любому развитию событий, понимаете? Поэтому и раньше мы говорили, и студенты учим, что грипп иногда распространяется, как пожар в степи. Нам очень важно знать, какие пути передачи, как население соблюдает меры личной профилактики, как себя обезопасить. Это очень важная вещь, потому что, если мы говорим о воздушно-капельных инфекциях, что при чхании, при кашле человек инфицирует большое количество людей, мы не должны забывать, что есть ещё контактно-бытовой путь передачи инфекции. Поэтому, когда мы строим какие-то свои рекомендации по профилактике, мы обязательно должны говорить об этом. Поэтому у меня вопрос по поводу карантина. Вот в Москве сегодня ввели карантин. Я сначала... Знаете, слово карантина, оно сразу почему-то, ну, так пугающее. Кажется, что границы закрываются, никого не упускают, никого не упускают. Но это несколько иная, я так понимаю, ситуация. Я прочитал, что посещение в больницах ограничено, и что госпитализация людей плановая ведётся только с наличием справки о прививке. Скажите, пожалуйста, вот эти карантины, кроме того, о чём я озвучил, что ещё подразумевает? Вот Татьяна Викторовна, вопрос. Да, ну, действительно, карантин – это немножко устаревшее понятие, такое бытовое из тех ещё времён наших. На самом деле, это комплекс ограничительных мероприятий. То есть ограничение посещения чего-то, массовых мероприятий. Этот комплекс ограничительных мероприятий универсален, определён санитарными правилами, санитарным законодательством для всей страны. Он един. Везде одинаково. Везде одинаково. Нет двойных стандартов, нет двойных подходов. Везде делают одно и то же. Есть меры, разработанные для работы лечебного учреждения в условиях повышения заболеваний, аптеки, школы, детского сада, оздоровительного учреждения, организованного взрослого коллектива. Поэтому это стандартные меры, это не какие-то необычные... Ну, понятно, это не закрытие, так называемые границы, аэропортов и так дальше. Да, да, да. Мы любим всё преувеличивать всё-таки, да, карантин, ну, боже мой. Ну, конечно, это такое громкое слово просто, оно всем нравится, понимаете. Про преувеличение и вот это насаждение паники ещё поговорим. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, у нас есть звонок. Алло. Добрый день. Добрый. Представьтесь, пожалуйста. Пётр Иванович Дорогов, город Краснодар. Так. У меня вопросы. У нас в Краснодарском крае ещё какой период будет действовать вот этот, ну, вирусный... Сколько времени ещё нужно перестраховываться, вы имеете в виду? Да, да, да. Есть ответ на этот вопрос? Да, я могу ответить на этот вопрос. По данным наших прогнозов, первая-вторая неделя февраля ещё будет отмечаться небольшой рост, потом заболеваемость пойдёт на спад, стабилизируется. Поэтому к марту месяцу, если не будет каких-то природных коллизий в виде резкого похолодания, каких-то провоцирующих факторов для здоровья, мы войдём в нашу стандартную эпидситуацию и она будет относительно благополучной, стабильной. Хорошо, поговорили мы о ситуации в целом по стране в этом блоке. А что у нас дальше? А дальше мы подробнее коснёмся конкретно свиного гриппа. Это вирус АН1, о чём мы сегодня уже говорили. Что это и в чём его отличие от других штаммов и какие ещё есть вирусы и болезни, которые могут нам угрожать. Мы поговорим об этом сразу после короткой рекламы, через две минуты. Не переключайтесь. Это программа «Через край». Спасибо, что остаётесь с нами. Говорим сегодня о гриппе и не только свином, но и других болезнях, которые могут угрожать нам, в том числе. Насколько опасны они, пытаемся выяснить. Вот есть у нас в ВКонтакте беседа идёт, как обычно, и радует меня, что у нас здесь большинство людей не подвержены панике. Ну да, маски и оксалин найти сложно, да и имудомодулятор в днём со днём не сыщешь в аптеках. Но об этом мы чуть позже, конечно, поговорим. Очень нравятся мне комментарии, когда холодает, закономерно, что заболевших будет больше, но эпидемия, это как-то слишком громко звучит. Радует меня, что люди адекватно относятся к ситуации и готовы подождать, просто когда потеплеет, и уже всё будет хорошо, и всё наладится. Что мне интересно, узнаем сразу после того, как ты присоединился в области. Обязательно к нам присоединилась ещё одна гость, это Елена Шухардина, заместитель главного врача клиники семейного здоровья и сети клиник. Кардиолог-терапевт, врач высшей категории. Сейчас мы с вами поговорим обязательно о гриппе непосредственно. Да, сейчас поговорим о свином гриппе. Мы сегодня кое-какую информацию раздобыли. Давайте посмотрим, что же такое этот вирус H1N1. Внимание на экран. Вирус H1N1 от Киев в 1931 году. Условное название «свиной грипп» он получил в 2009 из-за своей структурной схожести с вирусом, циркулирующим среди свиней. Тогда же доказали невозможность передачи H1N1 от свиней к человеку. Это не исключает обратной ситуации, когда от человека заражаются свиньи. Однако другим животным вирус передаваться не может. Пять кур, помещенных в один вольер, с зараженными свиньями, гриппом так и не заболели. Вероятность того, что H1N1 скрестится с птичьим гриппом и на свет появится смертоносный гибрид, существенно уменьшается. Весной 2009-го стало ясно, что смертность от свиного гриппа такая же, как от обычного. Что действительно отличает так называемый свиной от сезонного, первый сильнее поражает органы дыхания, поскольку базируется в более глубоких отделах легких. Три группы людей менее восприимчивы к H1N1. Люди старше 50 лет. Результаты анализов свидетельствуют о наличии в крови пожилых людей антител к штаммам вируса H1N1. Люди, принимающие препараты для профилактики лечения атеросклероза, среди таких смертность от гриппа в два раза ниже, при условии, что они принимают эти препараты постоянно, а не тогда, когда уже заболели. Люди, страдающие от насморка, воспаление слизистой оболочки носа может препятствовать заражению свиным гриппом. Это объясняется конкуренцией между возбудителями. Проще говоря, два вируса в одном организме не уживаются. Интересная информация по поводу людей, которые с насморком, о том, что они меньше подвержены заболеваемости. Это правда? Я хотел бы сказать, что немножечко не совсем верная информация. Несколько десятилетий мы знакомы с этим вирусом. Испанка 1918 года как раз была вызвана вирусом H1N1. И то, что этот вирус не имеет никаких отличий от сезонного гриппа, это тоже неверно. Потому что в клиническом плане мы отмечаем более тяжелые случаи заболевания именно при выявлении вируса свиного гриппа. А я сегодня прочитал, что у него заболеваемость выше, но смертность ниже. Так это или нет? У нас сейчас происходит ежедневный, еженедельный мониторинг циркуляции того или иного вируса. На сегодняшний день у нас доминирует вирус как раз свиного гриппа. И мы говорим сегодня о нем. В отношении осложнений тоже мы можем сказать, что этот вирус больше вызывает осложнений, чем обычный сезонный грипп. И назвать сейчас его, приравнять к обычному сезонному гриппу, наверное, еще преждевременно. Мы до сих пор говорим о том, что этот грипп высокопатогенный. А в Краснодарском крае у нас много заболевших этим свиным гриппом. И насколько вообще человеку сложно отделить одно от другого? Потому что зачастую мы все равно не пойдем к врачу сразу, как только мы чувствуем какой-то симптом. Это неправильно. Вы знаете, это не только человеку. Иногда даже медицинские работники, которые не сталкиваются с этой патологией, затрудняются отдифференцировать, различить, что это острое респираторное заболевание и грипп. Тем более сами люди, которые... Но мы же хуже себе делаем тем, что мы дома начинаем пить какие-то лепарки. Но поэтому мы должны помнить и знать первые признаки гриппа. В том числе и свиного гриппа. Это острое начало заболевания, это высокая лихорадка. Ломота в теле. Это температура до 38-39 и выше. Это ломота в теле, это головная боль. И отличительной особенностью этого гриппа может быть быстрое поражение легких. И первые признаки нарушения дыхания появляются к концу первых, началу вторых суток. Вот это очень ясно. У некоторых больных могут быть и какие-то расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта. Это тоже характерно для гриппа, именно обусловленного этим штаммом. Я надеюсь, что все наши телезрители сейчас услышали эти отличия. И если они вдруг болеют, то проанализировали вообще свое течение болезни. У нас звонок есть в студию. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Петр Николаевич. Я хочу вот что сказать. Вот говорят, делать привилки, значит, лекарства покупать и прочее. Привилки в основе понижают иммунную систему человека. Лекарства в основном не лечат, а устраняют симптом. Это 80% лекарств. А почему не говорите вы о том, чтобы использовать дедовские методы? Вирус с латыни – это яд. А как говорится, клина вышибает. То есть яд выбить ядом. Яд выбивать ртутью. Есть меркурианские растения. Чеснок, лук. Профилактика отличная. Я вот этим вот пользуюсь. Я контактирую, разговариваю с репостными. Я не болею. Спасибо, Петр Николаевич. Очень здорово, что вы не болеете. Я просто думаю, на ваш вопрос могут ответить наши специалисты. Ртуть – это сильно. С позиции доказательной медицины мы назначаем лечение. Естественно, что больного с тяжелой формой гриппа, свиного гриппа, мы не будем лечить чесноком. Ну, я думаю, что это может печально закончиться. Да. Второе. Препараты ртути, они чрезвычайно токсичны. И их применение в медицинской практике крайне ограничено. А вот то, что говорит наш слушатель-зритель, что эти средства могут помогать в сезонной профилактике респираторных инфекций, в этом, конечно, есть своя доля правды. В профилактике, да. Да, не боли, но не в лечении. Ну, это как и чай с лимоном и малиновым вареньем. Совершенно верно. Если ты уже заболел, то уже хоть тонну его съешь. Совершенно верно. Совершенно верно. Вы хотели бы это рассказать? Ну, это тогда, когда не более двух часов даже действует этот чеснок. И у нас замечательный специалист, академик Татоточенко, который занимается и гриппом, и пневмониями, и вакцинацией у детей. Вот он, выступая недавно на конгрессе детских инфекционистов, говорил, в Польше любят чеснок, в Чехии любят лук. И там, и там, говорят, помогает. Если помогает, пожалуйста, пока не начался грипп, любите, хотите давать. Если дети ваши приучены, можете это использовать. Использовать это никогда не повредит. А вот знаете, я насчет чеснока что слышал? Это как раз кардиоглова вопрос. Что чеснок повышает какую-то сердечную деятельность. И он может даже негативно на функции сердца сказаться. Это правда или это миф? Я думаю, что это миф. Но в плане профилактики вирусных инфекций, вообще респираторных инфекций, безусловно, никто не отменял. Пожалуйста, можно пользоваться вот этими способами. С народными способами, безусловно, и чеснок, и лук, и аскорбинная кислота, и обильное питье, морсы, компоты с сухофруктов, щелочное питье, редька черная с медом. Вот эти вот борсучи, пожалуйста, но это если легкое течение респираторной инфекции. Вот Владимир сейчас говорил о том, что грипп, вот свиной, о котором мы говорим, который может привести к фатальному исходу, он имеет определенные черты. Это сразу, буквально в течение часа-двух. Это температура 39-40, которая может держаться и не один-два дня, и которая трудно поддается снижению нестероидного противоспоряжения препаратами. Это как раз отсутствие будет аппетита, это будет одышка. Причем я длительное время, 17 лет работала в больнице скорой помощи, в кардиологическом отделении. Мы когда ходили на приемный покой, смотрели пациента с одышкой в 2009 году, в 2011 году, мы имели с собой карманный пульсоксиметры. Мы одевались, если у нас падает сатурация и одышка, скорее всего, грипп. Человека забирали в соматическую реанимацию и наблюдали. Это очень тяжелое течение. А вот Петр, который сейчас задавал вопрос, он говорит о легком течении респираторной инфекции и далеко не гриппа. Но это то, что мы называем легкой простудой. То, что простуда, безусловно. Это не то. Понятно, что грипп это тяжелое заболевание. Вы уже начали говорить о том, как он сказывается на сердечно-сосудистой системе. И мы не забываем о том, что чем больше физическая нагрузка у человека, то есть ходьба на работу, задавали вопрос, какие-то стрессы, частота сердечных сокращений увеличивается, больше репликация вируса на сердечные мышцы, может развиться и диффузный миокардит. То есть человек может лечь спать здоровым, а проснуться с тяжелой сердечной недостаточностью. Поэтому у нас может развиваться, то есть одышка может развиваться. Вот вопрос интересный, прозвучал такой, что люди, которые получают терапию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, тросклероза, они реже болеют гриппом. Ну, вероятно, потому что они принимают аспирин. Аспирин – антиагрегант. Мы, говоря о свином гриппе, должны сказать, что есть еще и гемотоксин, который может спровоцировать тромбообразование. И люди, получающие вот эти нестероидные противовоспалительные препараты, они действительно могут легче переносить. Но при условии, что у них сохранный иммунитет. У них нет какого-либо спровоцированного соматической патологии дефицита иммунитета. Кстати, об освидении я хотел бы сказать, что категорически противопоказан аспирин при гриппе, при высокой температуре, потому что может спровоцировать развитие серьезных осложнений. Поэтому мы рекомендуем снижать температуру препаратами парацетамола. А аспирин, он разжижает кровь, да, и может там вызвать... Он тоже относится к той группе, которая может использоваться для снижения температуры тела. Но при гриппе мы не применяем аспирин, потому что он может вызывать осложнение, так называемый, синдром Рея. По поводу препаратов... Аспирин противопоказан детям до 18 лет. Сначала мы ставили 7, потом 12. Теперь четко противопоказан детям до 18 лет. И вот буквально на той неделе поступает ребенок, у которого дома была температура в пределах двух лет, ребенку. Два дня лечили аспирином. Вы понимаете, домашнее лечение без совета, без обращения к врачу всегда приходит, приводит к не очень хорошим последствиям. А может быть, даже к очень нехорошим. Конечно. А мы почему-то по-прежнему не хотим в это верить. Мы раз уже говорили о профилактике и о том, как защититься от гриппа, давайте посмотрим мнение людей. Это жители Ейска. И сегодня мы у них спросили, как они защищаются от гриппа. Внимание на экран. От гриппа. Это меньше, наверное, кучковаться надо. Ну как водку. Бить надо с перцем. С пастаринушкой. Обязательно нужно принимать противовирусные препараты с профилактической целью. Их сейчас достаточное количество. И цены все разные. Поэтому есть выбор на любой кошелек. Побольше есть лук и чеснок. И все? И все. А что еще? И бери с себя. Лук, чеснок мы кушаем. Витаминки какие можно. Дрожжи кушаем. Витамины. Я проявляла. Щи руки. Мы делали прививку. Каждый год делаем прививку от гриппа. И не болеем уже несколько лет. Моем руки. Едим. Лимоны. Пьем чай с лимонами. И позитивные люди. Поэтому не болеем. И не чихаем друг на друга. Ну вот я думаю, что все эти их меры профилактики, которые нам предлагают жители Ейска, они все действенные и вполне себе хорошие. Кроме водки. Кроме водки. Я хотелось бы отдельно... Сразу после звонка мы поговорим об этом плотнее. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Евелина Эдуардовна, фамилия Онанян. Вы можете задать? Я преподаватель. Просто я вот слышала, что гриппов есть несколько разновидностей. Около двухсот. Ну скажите, пожалуйста, ну вот идем мы в амбулаторию делать, например, я живу в станице. Идем в амбулаторию делать прививку. Ну нам же делать от одного какого-то заболевания, допустим, ОРЗ, от чего-то. Но не говорят конкретно, что нам делать прививку от свиного гриппа. Так как вот нам быть? Мы же не можем идти, допустим, если 200 номинований, 200 пил. Елена Эдуардовна, мы уже, по-моему, немного говорили об этом. Я еще раз могу сказать коротко, да, что от двухсот заболеваний делать не нужно. Эти 200 заболеваний в своем большинстве не вызывают серьезных опасений в плане последствий для здоровья. Лишь только одно заболевание, грипп, может привести к неблагоприятным исходам. А я такой вопрос, когда человек, заболевший, приходит в больницу к врачу, ему определяют вирус, вот именно какая у него разновидность вируса или нет? Или может он сделать анализ для того, чтобы узнать, у него АН1Н1 или АН1Н5 и так далее? Ну, вообще, по санитарным правилам мы стараемся подтверждать диагноз клинический лабораторными методами исследования. Слава богу, что их достаточно много, они современные методы, они относятся к экспресс-диагностике. Но тактика наша, независимо от того, какой вид вируса будет выделен у больного, мы начинаем лечить его уже по максимуму, как высокопатогенный грипп. Вот, естественно, конечно. У меня вопрос, злоупотребление иммуномодуляторами, к чему может привести? И вот, опять же, люди, знаете, к сожалению, у нас как происходит очень часто, у нас сами люди себе назначают лекарства и препараты. Они услышали где-то от знакомых, что им когда-то это помогло, или что говорит, что надо под профилактика, хороша вот этими средствами. Они идут в аптеку и покупают. Я вам скажу, мало где в мире в аптеках такой огромный набор лекарств, как у нас в стране. Чем опасно это? Ну, прежде всего, что когда развивается вирусная инфекция, это очень сильное напряжение иммунитета наступает. Это выделяются интерфероны. Мы можем, вводя дополнительный иммуномодулятор, бесконтрольно вводя их, спровоцировать тяжелые вторичные иммунодефициты. Мы можем привести потом при гриппе, у нас развивается лейкопения, тромбоцитопения может развиваться, анемия может развиваться, ну, в основном лейкопения, тромбоцитопения. И давая иммуномодуляторы, мы можем просто спровоцировать агронулоцитозы. Вот, то есть крайне тяжелые поражения и костного мозга, и вообще иммунной системы. То есть в дальнейшем этот человек будет в большой группе рисковать, что вот относительно и следующей какого-то вирусной инфекции, и бактериальной инфекции, и в плане развития пролиферативных заболеваний костного мозга. Вот, поэтому, на мой взгляд, лекарство должно назначаться только врачом. Это должно быть письменно изложено. Обязательно должен быть рецепт, должен быть обязательно подпись врача, печать. То есть это врач берет у себя ответственность, назначая определенные препараты. Самолечение недопустимо. Я хотел бы добавить, что не только иммуномодуляторы, но и антибиотики. То же самое должны назначаться по решению, по назначению врача, по рекомендациям врача. И хочу еще раз сказать, что при острых респираторных заболеваниях, среди которых большая часть вирусной этиологии, антибиотики вообще бессмысленны. Они эффективны по умолчанию, они не могут быть полезны. Это только тогда, когда у нас присоединяются бактериальные осложнения к вирусной инфекции, вот тогда врач назначает антибактериальные препараты. Именно те, которые необходимы для этого пациента. У нас знаете, как бывает, вот я когда-то переболела ангиной, мне врач назначил антибиотики, сейчас горло болит, я вот это же лекарство возьму, хорошо же помогло. У нас звонок есть в студию. Очень долгое время было так. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Надежда Сергеевна. Если я принимаю кардиоаспирин постоянно, можно ли мне его пить при заболевании гриппа? Можно ли? Вопрос услышали? В тех дозах, наверное, которые вы принимаете, вы не можете его прекращать принимать. Да, если вы принимаете кардиоаспирин, если вам он назначен, значит у вас есть заболевание, при котором он абсолютно показан. Но в частности из кардиологических таких заболеваний, это разные формы атеросклероза, ишемическая болезнь сердца, ишемическая болезнь мозга. Например, при сахарном диабете, при котором наблюдается атеросклероз тяжелый, назначается. То есть, по всей видимости, вы получаете этот препарат обоснованно. То есть, вам прекращать его не надо. Те дозы, которые вы получаете, они не спровоцируют синдром Рея у вас в случае возникновения гриппа. Я прошу прощения, я про синдром Рея второй раз уже слышу. А что это такое? Несколько раньше мы говорили о том, что грипп вызывает самые разнообразные осложнения. Это могут быть бактериальные осложнения. И вот среди тех осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, миокардиты, это поражение почек, которое провоцируется приемом таких препаратов, как ацетилсалициловая кислота. Может проявляться самым разнообразным способом. Но мы уже просто говорим людям, не вдаваясь в подробности, что аспирин при гриппе для снижения температуры лучше не применять. Есть очень большой спектр препаратов, которые на основе парацетамола. Пожалуйста, используйте их для этих целей. Их можно применять еще до прихода врача или до приезда скорой помощи. Я думаю, здесь можно, знаете, уже такую подвести черту о профилактике, о том, что делать, если вы уже заболели, и что делать, чтобы не заболеть. Давайте сейчас посмотрим подборку этих методов, которые мы сегодня подготовили. Все-таки как предохранить себя от заболевания гриппом еще разок. Грипп и ОРВИ – острые респираторные заболевания, которые приводят к серьезным осложнениям и даже смерти. Как себя обезопасить? Пить противовирусные препараты, проветриваясь в помещение, изолировать больных, чаще мыть руки, использовать маску, реже бывать в общественных местах, правильно питаться, пить морсы, травяные чаи, сделать прививки следующей осенью до холодов, организму нужно время, чтобы выработать иммунитет. Симптомы гриппа или ОРВИ. Высокая температура тела, боли в мышцах, боли в голове, боль в горле, кашель, слабость. Что делать, если заболел? Вызвать врача не заниматься самолечением. Мы уже поняли, что не все эти методы нужно применять прямо так, как мы это говорим, да, и пить противовирусные препараты, назначать их самому себе не нужно ни в коем случае. Но все-таки помимо гриппа, да, мы сегодня уже начали говорить о вирусе Зика. Симптомы очень похожи на грипп, по крайней мере, по тому описанию, которое дает интернет. Это повышенная температура, слабость, ломота в теле. Опасно ли нам его получить? Ждать ли нам его? Да, уже в интернете появились всякие шутки по поводу Зика и Гика. Знаете, насколько это на самом деле опасно, и насколько нам нужно беспокоиться по этому поводу? Или это не очередное? Нет, это не очередное. Это действительно существует риск при нашем уровне миграции, миграционных потоков. Завоз любую инфекцию с любой точки мира. Мы несколько лет назад переживали подъем заболеваемости так называемой типичной пневмонии или тяжелый острый респираторный синдром. Сейчас мы говорили в прошлом году о ближневосточном коронавирусном синдроме. Это тоже те заболевания, которые входят, собственно говоря, в группу респираторных инфекций. То же самое и эта инфекция. Поживем, увидим. Мы, собственно говоря, готовы. Есть эпидемиологические маркеры для этих инфекций. Если у больного есть признаки респираторной инфекции, гриппа, и есть анамны, что он прибыл из стран неблагополучных по этим инфекциям, мы обязаны уже действовать согласно международным правилам и стандартам. По этому поводу сегодня высказалась и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Много она говорила интересного вообще об эпидемиологической обстановке. Давайте послушаем как раз по поводу вируса ЗИКа, что она сказала. Мы держим ее на контроле с момента, как она появилась. На самом деле мы сейчас работаем над тем, чтобы с момента появления непонятных штаммов, в том числе получивших новые свойства через лабораторное развитие, брать это под контроль и иметь тут же препараты отечественные для профилактики и лечения. У нас есть перечень закрытых подобных инфекционных агентов. Мы над этим сейчас работаем. В любом случае мы готовы принять любую новую инфекцию и готовимся к тому, чтобы не дать никому все-таки заболеть. Вот так. У нас звонок есть в студию. Давайте послушаем еще одного телезрителя. Алло, здравствуйте. Вы меня слышите? Да, слышим. Представьтесь. Девушка, подождите. Меня зовут Анатолий Николаевич. Вода с высокой концентрацией серебра. Гриф боится этой воды? H1N1? Интересный вопрос. Нет. Насколько высокая концентрация серебра должна быть? Мы говорим о том, что с позиции доказательной медицины мы рассуждаем. Сегодня даем рекомендации. Конечно. Но вообще серебро обладает антибактериальным и противовирусным воздействием в определенной мере. Это очевидный факт. Да, но я не думаю, что стоит поглощать литрами насыщенную серебра в надежде на то, что теперь все инфекции минуют. Я думаю, что вряд ли. Просто размножаться действительно не будут, наверное, в этой воде. Но против гриппа, конечно, сказать, что она действует, это совершенно невозможно. Пожалуй, так и есть. Поговорили мы в этом блоке нашей программы о свином гриппе, так называемом, о том, как уберечься от него. И самое главное, если вы вдруг почувствовали у себя острые признаки какого-либо любого респираторно-вирусного заболевания, повышения температуры, головную боль, сразу обращайтесь к врачу. Не надо заниматься самолечением, назначать самому себе какие-то препараты. Это может привести только к ухудшению ситуации и даже к каким-то очень неблагоприятным последствиям. Тем более, что поликлиники у нас теперь работают без выходных, так что можно в любой день пойти и получить консультацию, назначить лечение. Но мы переходим к самой, наверное, интересной и острой части нашей программы. Кто зарабатывает на эпидемии, кому выгодна нехватка лекарств в аптеках и кто же создает этот ажиотаж вокруг любого заболевания. Увидимся сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Это программа «Через край». Я приветствую всех, кто только что присоединился к нашей беседе. Говорим сегодня о гриппе, ОРВИ, простуде и вообще всех болезнях нынешнего сезона, так скажем, этой зимы, холодов, как защититься, как не заболеть и как правильно лечиться. Обязательно тоже узнаем сегодня об этом. У меня есть вопрос к тем гостям, которые, Иван, присоединились к тебе. У меня тоже к ним много вопросов. Поговорим мы сейчас о том, каким образом люди зарабатывают на этих эпидемиях, на нашем здоровье, так скажем, и зарабатывают ли. У нас в студии Эдуард Идрисов, кандидат политических наук, председатель комитета по противодействию коррупции. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Илья Греднев, заместитель председателя Краснодарского краевого отделения опоры России по региональному развитию. Здравствуйте еще раз. И присоединилась снова к нам Татьяна Гречаная, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Ну, задавай свой вопрос. Спасибо. Ты ближе сидишь, тебе там удобно вопросы задавать. Так вот, мы говорим о повальном вот этом создании паники. Мы везде видим, что люди всегда ходят в масках. Это все-таки нагнетает обстановку. В интернете нагнетает обстановку. И там же все советуют, какие лекарства нужно обязательно покупать, чтобы не заболеть. И куча вот этих рекомендаций. И люди к этому прислушиваются. И более того, что хуже всего, они начинают искать в поисковиках, как не заболеть гриппом. Вот этот ажиотаж, создаваемый, мне кажется, искусственно, он влияет на число обращающихся людей в поликлинике, на число заболевших, может быть, потому что у людей начинается ипохондрия, паника, и они все думают, что они заболели. Как вот, я думаю, что у вас есть ответ? Я могу сказать, что действительно мы стартанули на третьей неделе с заболеваемостью. И число обращений повально увеличилось. То есть мы выросли ровно в два раза по краю и по городу Краснодару более чем в два с половиной раза. Но число госпитализированных осталось на прежнем уровне. То есть на самом деле человек приходит в поликлинику, в городе Краснодаре дальше открыли типа дневного стационара, консультационный центр, который бы отсеивал больных. И большинству из них не нуждалась госпитализация. То есть это была обычная консультация, вызванная, видимо, вот этим ажиотированным дезинформацией. Вот. Это, понимаете, когда это появилось? Это появилось, когда в интернете влили вот эту дезу, извините уже за такое слово, ну дезинформацию. Когда появилась аудиозапись, там стилистика общая ее, вы знаете, да, такая, гроб-гроб кладбище, как мы это называем между собой. А потом в конце эта женщина, которая говорит, представляет себя там каким-то сотрудником здравоохранения, отрасли здравоохранения, говорит, что вот если пить такие-то и такие-то лекарства и произносит слух несколько названий препаратов, то, в общем-то, вы не заболеете. И поверьте мне, ситуация очень тяжелая, говорит она, и на этом запись обрывается. Я предполагаю, я так понимаю, что не я один, что это абсолютно, вот знаете, какая-то вирусная реклама тех самых препаратов, которая призвана подстегнуть ажиотажный спрос. Ведь еще в 2014 году, я читал сегодня, одна фармацевтическая компания очень жаловала сильно, что вот в России не объявили эпидемию гриппу, и на 18% у них упал спрос на эти лекарства. Как вы разделяете это мнение или нет, по поводу того, что это просто вот утка, которая запущена для того, чтобы поднять спрос на лекарства? Полностью поддерживаю. Думаете так же, да? Даже пример такой приведу. Веду небольшой коллектив, там порядка 10 человек, и девушка как раз прибежала с круглыми глазами, когда эта запись только появилась. Давай всем захлеб рассказывать, вокруг ребята, все посмеялись. Ровно через три дня эта девушка лежит, болеет, кашляет и говорит, все, точно грипп. Это вот та самая ипохондрия, о которой я говорю, серьезно. Все вокруг болеют, нам кажется, что мы тоже, о господи боже мой, болеем и умираем. Из ребят никто не заболел. По поводу вот этой как раз записи, этой утки, как ее Иван назвал, мы спросили прокуратуру, что они думают на эту тему и как вообще разбираются ситуации. Давайте послушаем. Прокуратурой края организована проверка по факту размещения в сети интернет аудиозаписи о том, что якобы превышен порог заболеваемости гриппом на территории Краснодарского края, а также о том, что количество летальных случаев гораздо больше, чем об этом сообщают официальные власти. В ходе проверки данные факты не подтвердились. Кроме того, была запрашена информация с Министерства здравоохранения и также с Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Установлено, что порог заболеваемости на территории края не превышен. Он соответствует среднем многолетней практике. Чтобы в последующем указанную запись не распространяли, а также установление источника распространения этой записи прокуратурой края, дано соответствующее поручение в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Я сегодня связывалась с представителями ГУ МВД России по Краснодарскому краю, с нашей полицией, где мне сказали, что ведутся соответствующие мероприятия, ищут этих людей, которые сделали этот вброс. И я от себя хочу добавить, да, как человек знакомый с интернетом, этих людей вряд ли найдут. Ну, потому что эта запись не только в Краснодарском крае гуляет и по всей России разводит панику. И может быть, она даже не в этом году сделана. Конечно, там специально, более того, не указан регион, там не говорится, в каком регионе. Там просто такие очень расплывчатые фразы, вплоть до того, что говорят, что это, может быть, и с Украины вообще эта запись перекочевала. Неизвестно, каким образом она тут оказалась. Тем более, что она появилась изначально не в социальных сетях, а в так называемых мессенджерах, то есть там по WhatsApp или еще какими-то путями она попала сюда. Ну, да бог с ней, с этой записью. Самое главное, что я хотел бы телезрителям донести, не нужно прислушиваться к подобным вещам, особенно если вы слышите, что в конце там называются какие-то препараты, будьте уверены, это абсолютным образом реклама этих самых препаратов. У меня другой вопрос. Люди, пусть даже мотивированные этой записью или еще какими-то там вопросами, побежали в аптеки покупать лекарства, и вдруг выяснилось, что в аптеках лекарств нет. Нету противовирусных. Закончились маски вдруг резко, а сексалиновой мазью проблема. Я сам лично сталкивался, то есть это не какие-то голословные утверждения, я сам лично был там. Плюс к тому, опять же, я думаю, что наверняка есть те телезрители, которые сталкивались с этими проблемами, и я призываю звонить их. Есть звонок по этому поводу, и я потом вопрос задам. Не успел ты призвать, уже позвонили. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Елена, я из города Армавира. Я работаю в аптеке, я провизор. Я занимаюсь заявкой лекарственных средств. Вот люди говорят, что аптекам на руку эта паника, касаемо гриппа. Но вот в аптеках такие препараты, как-то, ну, будем говорить, самые простые даже. Аксалиновая мазь, вифероновая мазь, ремонтодин, маски обычные заказать невозможно. У всех крупных поставщиков по Краснодарскому краю таких наименований в наличии нет. Это резко произошло, Елена? Или все к этому ушло? Вам говорили, что скоро закончится? Нет, это вот буквально резко, в течение двух недель, вот две недели назад произошло, что доказать ни у каких поставщиков это невозможно, эти наименования невозможно. Я говорю не только про безрецептурные препараты, которые может провизор сам предлагать людям, и также рецептурные препараты, которые назначаются врачом, конкретно противогриппозные, там, там, и флю, например. Эти препараты заказать невозможно ни у одного из поставщиков. Спасибо вам за такой подробный рассказ о ситуации. У меня в таком случае вопрос к Эдуарду Зинкеровичу, наверное. Это может быть какой-то коррупционный сговор? Где вообще фаз находится в этот момент? Не укладывается в голове. Любой информационный сброс, он имеет какую-то цель, он преследует какую-то цель. Естественно, сейчас мы будем говорить о том, что это кому-то выгодно. Это выгодно однозначно и бесспорно фарминдустрии. Производителям? Совершенно верно. Там очень много различных коррупционных составляющих. И вот сейчас на фоне этой паники, на фоне этого, я считаю, нездорового ажиотажа, возникает повышенный спрос. Естественно, там могут некоторые провизоры говорить о том, что этих, допустим, уже препаратов нет, что это им не особо выгодно, что не хватает. Но тем не менее, я вам скажу более, можем более глубже копнуть вот в этой ситуации. У нас очень нездоровая фармакология. Сама по себе процентная ставка прибыли в этой сфере гораздо выше, чем в Европе. И поэтому очень многие говорят, зачем иметь какой-то там бизнес, бензоколонку на Западе, если проще взять аптеку, а еще лучше сеть аптек и жить безбедно. Но очень плохо спекулировать на здоровье людей, тем более в таких случаях. И есть определенные инструменты, которые можно предложить каким-то образом минимизировать коррупционные составляющие в этой сфере. В первую очередь, я считаю, и, наверное, многие мои коллеги с этим согласятся, это дерегулировать рынок. Это, возможно, крупные фармакологические компании, они откажутся от этого, это им не выгодно, они не готовы к конкуренции. Но возьмем пример той же Грузии, которая в 2009 году сделала дерегуляцию рынка. После этого они сертифицировали те препараты, которые давно уже сертифицированы, там, в западных странах крупных, там, Австралия, там, Испания, Франция. Сократили процедуру регистрации, это тоже очень сложный, это очень бюрократически завышенный такой механизм, который, в принципе, заставляет вкладывать средства, длительный процесс. Это тоже коррупция здесь очень завышена. То есть получается, что нужно увеличить число производителей, да? Совершенно верно. Фармакологических предприятий, чтобы между ними была больше конкуренции. И тот же пример, на 25% сразу же упали цены, повысилась конкуренция, и буквально 30% новых компаний вошли. Испал ажиотаж, естественно. Конечно. Понятно, что это будет действенная мера. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, у нас есть еще один звонок. Алло. Здравствуйте, я из Соколининска, зовут меня Нина Романовна. Я хотела бы спросить, вот я смотрела передачу, и сказали, что от гриппа помогает только азиктамирин. Обращаясь к врачам, он говорит, да нет, ну не знаю, вот противовирусные, вот такие, вот такие, вот такие. Вот я бы хотела спросить, насколько это стопроцентно помогает и рассказать о нем. Азиктамирин, если не ошибаюсь. Спасибо, Нина Романовна. Я думаю, что, наверное, вряд ли нам кто-то здесь... Ну, я могу частично ответить на вопрос уважаемого телезрителя. Это действительно тамифлю препарат, азиктамивир. Это препарат, то, что вот говорили ранее, стартовой терапии именно при высокопатогенном гриппе. Этим препаратом обеспечены все инфекционные стационары края. Поскольку мы заблаговременно еще осенью создали этот резерв, рассчитывая на определенный подъем, он есть в крае. И абсолютно каждый поступающий, именно госпитализируя мы больную с гриппом, получает этот препарат. Я бы, знаете, хотел спросить, вот уже вы сказали по поводу того, что в больницах достаточный запас этого препарата. А как вообще у нас дела обстоят с запасами противовирусных и прочих разных препаратов именно по лечебным учреждениям в городе? Если, допустим, в аптеках их нет, то я думаю, что, я надеюсь, по крайней мере, что в лечебных учреждениях иная ситуация. Да, это была предметом, именно эта тема была предметом особого внимания при подготовке к эпидемии гриппа. Ведь обширная широкая вакцинация – это только одна из частей больших мер профилактики. Ну, достаточно сказать, что на федеральных сайтах и в Роспотребнадзоре, и в Минздраве ведется в онлайн-режиме. Все субъекты Российской Федерации заполняют еженедельно количество масок, всех лечебных препаратов, количество... У нас как раз по этому поводу есть звонок, да, извините, что перебиваю вас, но выслушаем еще телезрителя. Алло, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер. Здравствуйте. Чтоб все не болели. Спасибо, а как вас зовут? Зовут меня Раиса Ивановна. Вы знаете, я живу на Торбеково. Вот у нас здесь, по-моему, даже 9 аптек расположено. От Ерцина и до Тургенева 9 аптек. Вот я зашла, в 6 аптеках была, нигде нет масок. Только в социальной аптеке я, правда, взяла 5 рублей. Зашла в муниципальную аптеку, номер 17. Вчера были, вчера, позавчера были 7 рублей, вечером уже не было и по 7 рублей. Сегодня захожу, уже 13 рублей. Я говорю, а почему? Там 5, а у вас 13. А у нас, вы знаете, импортные маски. А что вы хотели? Я говорю, правильно, хоть на масках будете наживаться. Спасибо, Раиса Ивановна. Мы хотели задать этот вопрос. Это абсолютно очевидная такая провокация. Наглая спекуляция, я бы назвал. Тем более, мы прекрасно знаем, мы тоже мониторили эти моменты. Маски в основном закупаются с Китая. Мы прекрасно знаем, как они привязаны. Обычно говорят, мы привязаны, маски ведем в Германию, они привязаны к евро. Евро дорожает, посмотрите на курс. На самом деле, маски закупаются с Китая. Как юань тоже падает, мы тоже прекрасно это понимаем. И не надо привязываться к тому курсу, который им выгоден. Это просто подлая спекуляция. Нельзя наживаться во время чумы. По большому счету, я считаю, это, в принципе, как мародиосы. Я бы, извините, дополнила всем жителям, которые не могут купить маски по каким-то причинам. В аптеках всегда есть обычная марля, которая продается на метры. И сделать четырехслойную самим марлевую повязку, она гораздо более эффективна. И более надежно является преградой для инфекции, чем вот эта вот разовая тоненькая масочка на резиночках, которая продается. Которую надо менять, насколько я знаю, каждые два часа. Да, а то и полчаса. А то и 15 минут. И в три раза подорожит. Да, а вот самим сделать себе четыре повязки, стирать их. Если вот действительно такая ситуация, дома больной, и в начальной стадии надо обезопасить близких домочадцев, пожалуйста, сделать. Понятно. Нам, конечно, лень марлю вот эту резать и пришивать к ней какие-то тряпочки. Мы сегодня связались с производителем этих марлевых повязок, масок. Он находится в России. Так что давайте послушаем, что он нам рассказал. Еженедельно в каждое представительство отправляется от 100 до 200 тысяч масок. Поэтому вы представляете, сколько мы производим в месяц масок. У нас за один день скупается по 200 тысяч. Ажиотаж мы видим среди коммерсантов. Идут они, естественно, наверное, на больницы, в школы, в садики, в детские садики и, наверное, какие-то еще медицинские учреждения. Поэтому, но в аптеке мы сами лично не поставляем. Только идет все, поставка через коммерсантов. То есть оптовик, хитрый, видимо, да, закупает это большими партиями, чуть-чуть придерживает и потом по завышенной цене продает. Совершенно верно. Илья Валерьевич, у меня к вам вопрос. Мы сегодня, вы знаете, просто меня очень, честно говоря, раздосадовала ситуация, когда мы пытались сюда, в нашу студию, пригласить хотя бы одного представителя аптечной индустрии. И все упираются ногами, руками, чем только возможно. Видимо, опасение, что мы сейчас будем разрывать здесь, в центре студии, просто на куски этих людей. Но, тем не менее, происходит такая ситуация. И ведь аптеки – это в основном малый и средний бизнес, за который вы отвечаете. Ну, не то, чтобы вы отвечаете, а который вы. Почему такая ситуация происходит с теми же самыми, с масками, с лекарствами и так далее? Почему заранее не думают, почему не закупают заранее, неужели? Где вот та самая ответственность, в конце концов? Хочется ответить только словами классика. Как Карл Маркс сказал, за 400% прибыли любой капиталист готов пойти на любое преступление. Ну, к сожалению, не так возможностей много у любого предпринимателя резко увеличить прибыльность своих операций. И люди, ну, как вся экономика, это же субъекты эгоистичные, и они пользуются этой возможностью. Ну, в чем, как бы, Адам Смит, повторюсь, наверное, не раз уже это цитировал. Это равновесие экономики, когда эгоистичные мотивы уравновешивают друг друга, и всем становится выгодно. Абсолютно не оправдывает эти аптеки, которые так делают. Я понимаю, да, классиков, в принципе, классики, наверное, маски не носили, но вот ситуация такая, я считаю, допустим, этот бизнес, он какой-то как элитный ставится. Это очень такая закрытая схема, мы не знаем, как он развивается, мы знаем, что он очень выгоден, мы знаем, что он очень ликвиден. Еще раз говорю, аптеку иметь, это очень престижно и очень выгодно. Мы как раз сегодня связались с теми людьми, которые имеют вес в аптечном бизнесе, так скажем, это исполнительный директор объединения «Аптечная гильдия» Елена Неволина. Давайте ее послушаем. Когда объявляется превышение эпидемического порога надливаемости, то, конечно, интерес к противогриппозным средствам резко возрастает. Естественно, в общем-то, резко в разы усилившийся спрос, он, конечно, получилось, что привел к провалу, к некоторому дефициту в течение нескольких дней. Сейчас ситуация восстанавливается, потому что завезли крупные дистрибьюторы практически весь ассортимент специфических средств, которые применяются при свином гриппе. И заметим, что это все рецептурные лекарственные средства. Что касается безрецептурных средств, то еще раз повторю, что они были в аптеках. Значит, сейчас решен вопрос практически повсеместно с масками, то есть они появились в продаже практически во всех аптеках. Ну, есть провалы в некоторых аптеках с аксалиновой мазью, но здесь, наверное, стоит отметить, что не всегда дистрибьютор заинтересован в этом товаре, это дешевый ассортимент. Но сегодня, к сожалению, нам приходится констатировать, что вот эта вот ситуация с дефицитом в ряде аптек, она вызвана и с нестабильным финансовым положением. Во-первых, в начале января был отмечен резкий спад спроса на лекарства, и многие аптеки потеряли более 50% выручки. И поэтому, когда случился грипп, и когда аптеки вынуждены были погашать старые долги для того, чтобы получить ходовой противогриппозный ассортимент, они оказались к этому не готовы, у них просто не было оборотных средств. Понятно, что население этим не успокоит, но хочется отметить, что если нет в одной аптеке, то всегда можно найти эти препараты в других аптеках. Что касается цен на этот товар, тоже следует отметить, что основные противовирусные средства, они входят в перечень жизненно важных и необходимых по этому роста цен. На них мы не можем наблюдать, это стабильная цена, которая была и в прошлом году. Ну вот мы видим, что представители аптечной гильдии, которые находятся в Москве, по-моему, солидарны с представителями малого и среднего бизнеса. И так скажем, оправдывают этот искусственный ажиотаж, вот эту ситуацию, которая создается. Мне кажется, и это, наверное, можно считать за официальное обращение к федеральной антибонопольной службе, правоохранительным органам. Но это надо как-то контролировать. Может быть, я немного преувеличиваю, но все-таки. Можно сразу скажу на эту тему? Ну, а как вот, допустим, сейчас будем контролировать и останавливать рост цен на туристические услуги летом, когда уже все отелеры говорят, вот, будет невиданный сезон, хотим цены поднять в два раза. Что мы с этим можем как-то противопоставить? А цену я вам скажу так, но пока не ребятам. Отдых это одно, а здоровье все-таки другое. На здоровье наживаться, мне кажется, нельзя. И вот тут вы были правы абсолютно, когда говорили о том, что во время чумы пировать это совсем нехорошо. К сожалению, время у нас заканчивается. Поговорили мы сегодня о заболеваемости, о том, что все-таки нет эпидемии в крае. Не нужно паниковать, никуда бежать, закупать срочно что-то. А если вдруг вы чувствуете у тебя острые симптомы, то первым делом необходимо обратиться к врачу, а там уже все будет нормально. Я благодарю наших гостей, которые у нас были в студии. Спасибо большое за то, что пришли к нам. Надежда? Готовимся подвести итоги всей нашей программы. Все-таки мы сегодня очень много узнали о гриппе, о других вирусах. Увидимся с вами после короткой рекламы. Через 2 минуты не переключайтесь. Это программа «Через край». Мы в прямом эфире. Спасибо за то, что остаетесь с нами. Подводим итоги голосования на сайте Кубань24.тв. Выглядят они так. Меньше 4% переболели гриппом или другими вирусными заболеваниями и получили осложнение. Это приятная новость. А самая приятная новость, что больше 53% не болеют прямо сейчас и чувствуют себя отлично. А лучший комментарий с сегодняшнего дня. Не болело, не планирую. Есть хорошая привычка ставить в октябре прививку, чего и всем рекомендую. Мне кажется, это прекрасно подводит итог нашей сегодняшней беседы. Я тоже так думаю. В общем-то, на этом, пожалуй, можно и закончить. Спасибо вам большое за то, что провели это время вместе с нами. Наша программа выйдет завтра в 20 часов 30 минут на телеканале Кубань24. Смотрите нас и просвещайтесь. Чтобы посмотреть нашу программу в записи, обязательно заходите на страничку канала Кубань24 на YouTube. Там есть все наши эфиры и на сайте kuban24.tv. Не забывайте смотреть и просвещаться. Увидимся с вами завтра. Всего хорошего. Счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...